Я хочу быть рядом с ней, с девочкой ушедших дней Привет, мои ангелочки и ценители правды! Сегодня, в преддверии очередных повторов, показов, концертов Крокуса, посвященных Юрию Шатунову Здесь был Юра 50 лет Мы поговорим о совершенно неожиданной для вас теме О том, что дети Юрия Шатунова могут находиться в заложниках За Юру Шатунова! За папу Юрия Шатунова! И о том, что они просят помощи на своем языке, но их не слышат и не понимают За Юру Шатунова! Проблема в том, что мозг некоторых зрителей, получив внезапную информацию, на которую у него нет ответа Начинает отгораживаться от нее Ставить блоки и писать что-то типа бред, чушь, отстаньте от семьи Юрочки и тому подобное Но на самом деле эти хейтеры являются первыми сподвижниками и подельниками, сообщниками даже Возможных насильников, преступников, удерживающих детей Юрия Шатунова и Светлану в заложниках За папу! Юрия Шатунова! Многие наши зрители любят сказки, но не задумываются о тех страшных обстоятельствах, в которых оказываются герои этих сказок Вы наверняка помните много сказок и историй о том, что принцесса была заточена в башне и сидела в несвободе под присмотром злых сил Вы можете написать, какие вы помните сказки и произведения, похожие там Красавицы и чудовища, Рапунцель, Шрекс, Фиона и так далее Во всех сказках таких подобного рода спасают принцы, принцесс из заточения, из башен Которые охраняют драконы или другие темные силы Напишите, давайте вместе вспомним похожую историю Это же ведь народная молва, она же не просто так складывалась И вот принцесса в башне, под охраной дракона Это такая иносказательная история о взятых в заложники или в плен девушках, их семьях Охранявшие их злыми силами, это могут быть как враги, так и бандиты, разбойники, преступники, желающие выкупа За Юрию Шатунова! Обратите внимание, что в плену и рабстве оказывались не только простые люди А в заточении оказывались именно принцессы То есть дочери самых богатых и влиятельных персон своего времени За папу! Юрия Шатунова! Так чего стоит взять в заложники сегодня, вот в нашем этом диком мире, известных людей? К примеру, тех же самых детей Юрия Шатунова В чем проблема? Кто их защитит? Кто может поставить заслон этому? Вы или правоохранительные органы? За Юру Шатунова! Юрия Шатунова! Правоохранительные органы, которые не стали расследовать смерть самого Юрия Шатунова И вот дети Юрия Шатунова невольно стали заложниками сложившихся обстоятельств Заложниками обстоятельств Они попали в водоворот событий после смерти их отца, известного популярного исполнителя Юрия Шатунова Невольно Что в этот момент про принцесс, находящихся в заложниках, заточенных в башнях, знали простые люди, такие же, как мы с вами? Что в этот момент они знали? Практически ничего Что вы знаете про Светлану, Дениса и Эстелу? Тоже практически ничего Последний раз их видели на людях в эфире Андрея Малахова, в передаче, записанной гораздо раньше Я представляю, как сейчас приятно Больше на людях с тех пор их никто не видел Ответьте, что вы знаете о Светлане, Денисе, о Эстелле? Что вы знаете о их сегодняшнем состоянии, о их местонахождении, где они? В России, в Германии, на Мальдивах или в подвале у преступников Заточены, как принцессы в башне или живут в заточении на даче с пивом и раками Без возможности выйти самостоятельно За Юру Шатунова Югия Шатунова Вы ничего не знаете о них? Когда вы их в последний раз видели? Вот лично вы, реально, когда? 17 октября в Крокусе В записи программы перед Новым Годом На кладбище Во время открытия памятника Все это было в прошлом В 2023 году А на дворе уже 2024 Уже не первый месяц При этом уже тогда Они были постоянно в сопровождении Их держали за руки Каждый шаг согласовывали И окружали десятками пристальных Недобрых и алчных глаз Которые хотят иметь доход От наследства Юрия Шатунова Эти трое Светлана, Деннис и Стелла Появлялись для всех вас Меньше года назад До этого вы их не видели И не знали Не слышали о их существовании Практически Только со слов Реально вы их не видели Как многие новые факты про Юру Вы ничего не знали И не знаете про них И что-то начали узнавать Только после смерти Юры Вы ни разу не видели их На концерте с Юрой Ни разу не видели их в России Всей семьей Даже в Германии Вы их нигде не видели Всей семьей И не встречали вместе с Юрой Их представили вам Только тогда Когда задумались Сделать шоу в Крокусе И под этот коммерческий проект Вытащили их из комода Отряхнули от пыли Так называемую семью Юры После чего вам показали их Молчаливых На кладбище А также сделали из них Сенсацию на концерте в Крокусе Ради чего многие пошли туда Смотреть на семью Покупая дорогие билеты Все Какие-то ролики из прошлого В Ютуб для монетизации Разок выпустили в эфир К Малахову Для рейтингов перед Новым годом А также для того Чтобы Малахов потом Пролоббировал покупку Телевизионной версии концерта В Крокусе Для второго канала на 9 марта В вашей команде Безупречной организации Благодаря им Мы вот сегодня здесь С вами Спасибо Никогда не выходили напрямую С вами в соцсети Никаких прямых эфиров Никакого общения И Те кто разговаривают Возможно от имени Светы Вам тоже по сути дела неизвестны Она ли это на другой Части Смартфона Отвечает вам и пишет Вы этого не знаете Так зачем держать в заложниках детей За Юру Шатунова Юрия Шатунова Да за тем Что они являются Единственными Реальными Наследниками Достояния Оставленного После смерти Юрия Шатунова И Сергея Кузнецова Который Оставил им В наследство Свою музыку И песни Подписав У нотариуса Завещание В день Похорон В день Прощания С Юрой На Троекоровском Кладбище Выспомнили Такого парня Встретил Вас попросить Вот туда Смотреть Что Вы любите За фильм Правдивость Ну а ты за что И любишь За правдивость За честь Ну когда я приезжал к тебе Два года назад Мы с тобой Говорили о том Какую поддержку Он тебя оказывает Расскажи о поддержке Как он тебя поддерживает Все эти годы Ну поддержку Уморальная Планничек Расскажи Да Нет А не того Что помогал Прошли Вы понимаете Что Детей Используют Как обезьянок В цирке Где Алчный И злой Администратор Дуримар Захвативший Кукольный театр А с ним Нотариус Лиса Алиса И адвокат Кот Базилию Выпускают их На сцену Для того Чтобы только Жадно Загребать Монеты Из света Сделали Безмолвную Мальвину Которая За деньги Торгует Своим Лицом И Танцующим Телом На концерте Памяти Своего Бывшего Мужа А до этого Карабас-Барабас С Дуримаром Также Использовали И загнали До смерти Свою Самую Прибыльную Куклу Смесь Буратино С Пьеро По имени Юра Шатунов И никто Не расследовал Никто Не занимался Поиском Виновных Никто Не ответил За его Смерть Если Она Была Криминальная За Юру Шатунова А папу Юля Шатунова Юра Не успел Попросить О помощи И Умер На глазах У всей Страны Теперь возможно Помощи У всех На глазах Просят Его Дети Находящиеся Возможно В заложниках За Юру Шатунова А папу Юля Шатунова Но их Челкает Челкает Листать Листать Эти Всякие Телеканалы Листать Сайты Смотреть Эти Разные Чаты Каналы И так далее Про них На самом деле Им на них Плевать Они не знают О реальной жизни Этих самых Кукол Денниси Ничего не знают Об Астелле Да даже О той же самой Светлане Зрителями Являются Как правило Российские Русскоговорящие Взрослые люди 45 плюс Те Кому Эти Деннис И Эстелла Годятся В детей А порой Даже Во внуков Это Разрыв Поколений К этому Добавим Разрыв Культурный Национальный И ментальный Они живут Дети Юры Живут Западной Культурой Говорят На западном Немецком Языке Используют Русский И только Для общения С домашними У них И образование Западное И менталитет Они думают Что их Могут Понять Здесь В России Но Тысячи Поклонников Шатунова Их Не понимают Дети Эстелла И Денис Смотрят Западные Передачи Пользуются Молодежным Иностранными Социальными Сетями Тиктоком И возможно Используют Те сигналы Которые Надеются Что взрослые Люди Расшифруют Но взрослые Поклонники Юрия Шатунова Смотрят Другие Передачи Живут Живут В другой Культуре В другой Реальности Которая Оторвалась От западного Менталитета Говорят На другом Языке И не Понимают Сигналов Посылаемых Детьми Юрия Шатунова Им За За Юру Шатунова За Папу Юрия Шатунова Им Кажется Что У них Все В порядке У детей А это Не так Сигналы Подаваемые Детьми Российский Зритель Наоборот Трактует Как Мы Победим Все Отлично Хотя На западе Откуда Родом Дети Юрия Шатунова Эти Сигналы Уже Означают Другое Они Означают Спасите Помогите Мы В заложниках Речь Идет О тех Самых Неестественных Взмахах Руками Сжатыми Кулачками Которые Подняли Дети Шатунова С криком О помощи Зная Что их В этот момент Увидят Тысячи Взрослых Людей За Юру Шатунова За папу Юрия Шатунова Такие Жезнаки На западе Тайно Делают Жертвы Абьюза Насилия Заложники Благодаря Чему Спасаются Много Жизней И так же Решили поступить Возможно Дети Юры Подав Сигнал Самое Легкое Будет Конечно Отмахнуться Сказать Что Все Это Ерунда У детей Все В порядке Чтобы защитить Себя И свою Психику От волнения И беспокойства Еще лучше Сказать На месте Фанаток С другими С другим Культурным Кодом Которые Просто Ничего Этого Не понимают Оставьте Семью Юрочке В покое Не сплетничайте Не лезьте В его Семью Пусть Сидят В заложниках Нам Это Не мешает Есть Макароны И смотреть Телевизор Не заставляет Нас Самое главное Думать И переживать Мы конечно Можем Отстать И перестать Разговаривать На эту тему Когда нам Предъявят Детей Светлану Когда можно Будет В прямом Доступе Поговорить И убедиться Что у них Все нормально Но все же Где Дети Юра Шатунова Никто Об этом Не знает Уже Больше Полугода Можете Успокаивать Тебя Простыми И нетревожными Ответами Типа Все нормально Они дома Они где-то Учатся Они где-то Живут Судить Просто По себе Но реально Где они Показать И доказать Не сможет Никто Из вас Никто Из тех Самых Поклонников Фанатов А если Дети И Светлана Реально В заложниках Находятся В беде И им Нужна Помощь Но вы Просто Не поняли Этого Вдруг Они не Могут Улететь Домой В Германию Вот уже Полгода Как не Смог Улететь В Европу Когда-то Сам Юрий Шатунов Подумайте Об этом За Юру Шатунова За Юру Шатунова За Папу Югя Шатунова На этом Видео Девушка Якобы Интересуется У своей Подруги Рецептом Бананового Пирога Но на самом Деле Просит О помощи Она Вытягивает Ладонь Затем Сгибает Большой Палец И сжимает Остальные Пальцы В кулак Этот Специальный Жест Означает Что вы Стали Жертвой Насилия И вам Нужна Помощь Он был Придуман Канадским Женским Фондом В партнерстве С Американской Правозащитной Организацией Women's Funding Network Весной Прошлого года Когда весь мир Оказался На карантине Из-за Пандемии Коронавируса Все застряли Дома Что привело К росту Насилия Так что Этот жест Стал одним Из инструментов Помощи В которой Нуждаются Женщины Чувствующие Себя Небезопасно В собственном Доме Видео Рассказывающее Об этом Им делились Подобными Роликами Со своими Подписчиками И набирали Миллионы Просмотров На днях Этот жест Спас 16-летнюю Девушку Из Северной Каролины 2 ноября Ее похитил 61-летний Джеймс Брик Через два дня В службу спасения Поступил звонок От водителя Который случайно Заметил девушку На пассажирском Сидении Тойоты И к счастью Сумел распознать Сигнал из тиктока В результате Девушку спасли А преступника Арестовали Если бы не тот водитель Машина проехала бы Наш округ И мы бы никогда Не узнали Что в той машине Находилась Похищенная девушка Если бы не тикток Не этот жест Если бы человек Не знал Что он означает Эта история Возможно Не закончилась бы Так хорошо Вслед за тиктокерами Видео Объясняющее Как правильно Подавать сигнал о помощи Стали записывать Американские полицейские По всей стране Но как отмечают Правозащитники Именно социальные сети Играют одну из ключевых ролей В том, чтобы информация О таких жестах Становилась доступна Широкой аудитории Я рада Что сотрудники Правоохранительных органов Начинают узнавать Об этой компании Но наши инструменты Хороши лишь в том случае Если они правильно используются Мы очень рады Что ту девушку спасли Но представьте Если бы тот мужчина Не знал бы этот жест Да, у социальных платформ Достаточно плохая репутация Но в нашем мире Очень важно Говорить о таких проблемах Именно там Такие вирусные ролики О защите от домашнего насилия Чаще всего привлекают внимание Именно женщин Этот жест я видела на ТикТоке Видео как раз было посвящено тому Что надо делать Если ты оказался Жертвой домашнего насилия Я считаю, что это отличная идея Было бы здорово Если бы такие жесты Или слова Придумали для разных ситуаций Я тоже слышала об этом Мне кажется, такие вещи Помогут людям Захотеть обратиться За помощью Им не приходится Рассказывать всю свою историю Ты просто показываешь Один жест И все становится ясно Я читала об этом Жест и статьи Видела что-то в социальных сетях А вот мужчины С такими сигналами помощи Знакомы реже Нет, я не знаю такой жест Но хотел бы узнать Покажите мне Вот так? Я работаю в сфере обслуживания Так что мне будет полезно Это знать Никогда не знаешь Что происходит Между посетителями Я об этом не знал Для меня это что-то новое Сжатый кулак Далеко не единственный сигнал о помощи Так в некоторых странах Например в Италии Жертвы домашнего насилия Которые не могут напрямую Попросить о помощи Звонят в полицию И заказывают пиццу Правоохранители Сразу считывают сигнал И понимают Что речь идет о бытовом насилии Другой пример Пароль Позовите Анжелу Он используется В некоторых американских барах И означает Что вам нужна помощь От особо назойливых посетителей По словам организации Выступающих за права женщин Такие жесты И кодовые слова Может и не решают проблему Но все-таки Становятся важным инструментом Для защиты жертв насилия За Юру Шатунова За папу Юля Шатунова Я хочу быть рядом с ней Девочкой ушедших дней